В конном спорте существуют строгие требования к лошадям. Ганноверская порода для конного спорта является идеальной. Изначально ганноверские лошади были аборигенами с не самыми лучшими характеристиками. Звездами многих олимпиад они стали после столетий селекционного разведения и скрещивания. В основе породы местные кобылы, скрещенные с арабскими скакунами и чистокровной верховой лошади. В XIX веке полученная порода использовалась в сельхозработах и в легких экипажах. Кроме этого, коней активно использовали для верховой езды. Породе нанесли большой урон наполеоновские войны. Баланс восстановили только в середине века. Племенной реестр был заведен в 1888 году. Перед Второй мировой окончательно сформировался генофонд Ганноверцев. Но эти кони были тяжелыми. После войны породу стали облегчать и создали спортивную лошадь. Она стала лучшей для конкура и выездки. После этого порода распространилась по Европе. Экстерьер лошади массивный и гармоничный, спортивного типа. Ее рост в холке 160-175 см. Масть породы вороная, темно-гнидая или гнидая. Особи обладают выносливостью и гибкостью. На распространение их повлияли отличные физические характеристики. На счету породы множество олимпийских медалей. В процессе разведения осуществляется жесткий отбор. Оценивают лошадей по экстерьеру, выносливости и работоспособности. Оставляют уравновешенных, добродушных, послушных и понятливых коней с ярким темпераментом. Ганноверские лошади гордые и смелые, уравновешенные и спокойные. Их используют во всех конных дисциплинах. Особенно они хороши в аллюре и выполнении трюков. Без этой породы невозможен профессиональный конкур. Существует даже специализация лошадей по трем направлениям – конкур, выездка и троеборье. К высоким результатам привела немецкая скрупулезность и педантичность, стремление все доводить до конца. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.